Давай. Просто реальный показатель, это вот здесь, в Авере, нужно включать скрин-мейт. Это первое, что нужно делать. Я ограничитель граниты белого и чёрного. Вот из чёрного вывели и вот в белое. Теперь видим чёткий силуэт. Здесь можно подрегулировать всякие напустые налёты, но это сейчас пока не надо. Можно сразу Final Result включать, пока что поставить какой-то другой фон, взять на картинку. И, допустим, посмотреть, где зелёнка наплывает на чувака. Вот в сорсе оно такое. А вот то, что исправляет, это Hard Color способ, например. Его тоже можно подрегулировать графой света. То есть, если нужно, чтобы отблеск был у любого творческого оттенка, который нужен, то это так и делается. Но это вручную, да? Здесь, в принципе, можно сейчас уже на фоне картинки этим и заниматься. Допустим, включаем картинку. Ну, чтобы она смолилась, растянем её и подтянем. Ну, так этого даже достаточно. Угу. Попустим, вот такая была композиция. Может быть, не могу. Угу. Простите. Чётче. Да. И получается так, что она там не в достаточном разрешении, но всё равно уже всё как-то более-менее сводится. Если выниматься, посмотреть, то она вот сейчас учитывается из-за кадра. Угу. Вот. И теперь каждый слой можно отдельно настроить. То есть, передний выкиненный слой после. Опять же, фильтры работают тоже как слои, друг на друга. Если кейлайд спереди, то, а потом клевый, то клевый будет уже на финальный результат после кейлайда. Ага. Реагировать. И здесь как бы немножко перитер красного. Вот если красный вводим, получается зелёный. И здесь, наверное, просто там поймать. Слушай, Коля, смотри, ты говоришь, красный, синий, вот тут кажется. Как узнать, где правдовать? Монитор-то не отклибров. Да. Нужно... Али сюда поставить какой-то... таблицу, сбоку. Да нет, это не такой красный. Просто в итоге смысла нету, если не тот калибровый монитор. То есть, здесь смысл в том, чтобы совместить на этом экране именно по тому, чтобы сходилось. То есть, если это будет сводиться здесь, то на другом экране это будет сводиться. Но просто, может быть, будут другие цвета. Вот. И, соответственно, сейчас она слишком насыщенная по отношению к этому фону. И жмем, после чего у меня в предыдущий раз зависло. Вот так что видели. Тинк. Ну вот он опять начинает почему-то зависать. Ключи! Алисандр Сергеевич, вы куда? Ключи! Ключи! Алисандр Сергеевич, возьмите шитарты. Ключи! Ключи! Все! Все подписаны! Все подписаны! Все подписаны куда? Слушай, я же эти счета отдавал в бухгалтерию. Я еще раз, что я... Вот здесь надо было писать. Б маленькое и маленькое. Все переделали. Ааа. Все переделали. И то, что Колобов хотел написать новое. И там же есть еще и для психологов. То есть, все переподписано теперь. Пока. Ну вот что касается именно отрезания зеленки уже на объект без прозрачности. Вот soft color, допустим. Или hard color. То есть, есть разница того, что вот этот вот цвет, который я выбрал здесь. Ну примерно, да, вот по этим. Можно опять же и веткой взять. Но просто это относительно, потому что если это небо, то оно здесь. Вот тут такой цвет. Засветка должна быть такой. Ну нужно выбрать среднее. И потом можно масками опять же это все доделать. Ну и сейчас более-менее как-то что-то сходится. Но свет совершенно разный. Что там, что здесь. И это уже косяк при съемках. Можно опять же масками рисовать здесь свет. Но в течение анимации это большой запах. Угу. Вот. Что еще? А, ну можно создать известный слой, чтобы управлять уже двумя вот этими слоями. Чтобы, допустим, созданием кривыми. Будет уже реагировать на оба. То есть, на сведенную по позиции. Угу. Здесь это все подрегулировать. Тоже убрать насыщенности, может быть. В черно-белом сводится лучше, конечно. Ну, как-то так. Вот и вот так. И еще есть всякие стилизационные эффекты, типа glow. И glow поможет нам, допустим, замылить тот и этот фон вместе на засветках. То есть, допустим, у нас такой вот эффект. Выбираем, как бы, чувствительность к светлому. Угу. Можно выбрать по небу, где-то вот так. И разблурить его на большое расстояние. И выбрать intensity. Тем образом, вот, засветка отсюда переходит на этот объект. Угу. Ну, если, допустим, выбрать только для облака, да, то есть такую чувствительность. И добавить еще intensity. И еще чувствительность вот так. И еще добавить. Ну, вот здесь она тоже цепляется просто сейчас. Потому что свет вот все-таки слишком светлый. Угу. Давайте попробуем его убрать. Именно в яркости. Чтобы он был где-то поменьше. Ну, это уже попсово выглядит, но, как бы, иногда это может пригодиться. А, подождите. В конце концов, если на то, потому что он совсем не справляется, можно уйти от желания достичь максимального качества, правильного цветопередача, дальше. А сделать, ну, стиль какой-то стилизованный такой. Ну, конечно, можно. Ну, вот, в итоге анимация будет выглядеть так. Угу. Угу. Ну, допустим, давайте поставим любой видеокадр туда, если статичный. Сейчас вспомните, где статичный кадр. Статичный? Или движущийся? Статичный. Ну, не статичный. Увижу себе, смотрите идиотический. Ну, давайте любой. Ну, сзади война. Совершенно любой. Где его взять? Ну, давай, вот здесь найди, вот что-нибудь. Ну, давайте что-нибудь. Ну, вон, я не знаю, возьми вот 60. Ну, это возьми. Можно это же взять, там другой кадр просто там. Вот здесь сидит, а там... Там 2 гигабайта, может быть, что-то найдется. Сейчас он включится. Да есть там полно всего. А, ну, это откройка там, папка моби. Сейчас он включится. Ну, это считается. Давайте уже с этим. Сейчас он... Адоп его просто... Ну, уже. Если вот эта штучка, то что? Нужно подождать. Угу. Да. Ну, вот, соответственно, мы его можем передать. Угу. Угу. Здесь выглядит какой-то из кадров. Угу. Пускай движущийся. Ну, давай теперь-нибудь общую сцену. Типа такой. Угу. 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 Так. Тут понятно, в принципе. Смазгем понял. Движущийся, следящий это самое. В принципе, понял. Ну, просто я же вам объясняю на практике, но все равно, чтобы как-то применить. Может быть, вам самому стоит заклеить эту сцену. Ну, а смотрим. С мазками, там такая история, что лучше всего работать с отдельными сэмплами, то есть, с разделенными кадрами. Импортировать из примера, например, но у вас выдают ошибку какую-то. Может быть, из-за того, что автор не открывает тот формат. Вот. А, автор эффект не открывает тот формат. Угу. Угу.